Итак, дорогие друзья, курс 20. Мы с вами сегодня закончили настройки полей. Значит, что такое настройки полей? Это то, что у вас будет находиться именно, вот идет, допустим, малотекстовое поле Чартфилд, и все, что в скобках, это и есть настройки полей. Их много. Какова была моя цель? Моя цель была следующая, так как я Django уже не первый раз рассматриваю, вообще не первый. То есть, надо учесть, что вот здесь я, как правильно изучать Django, да, будет ссылка под этим видео, обязательно почитайте, это важно. Потому что, допустим, было в 1.6, и в 2 практически что-то добавилось, но настройки полей, они не изменились. То есть, без разницы, какую версию Django изучать, надо просто изучать. От версии к версии добавляется. Ребят, вообще, ядро Django, само ядро, да, оно практически не меняется. Что 1.6 было, основные моменты, что такое основные моменты? Это настройки моделей, метафункции, вот следующее будет. Сами поля могут только добавляться. Поэтому на этом курсе в Django 2 я именно сосредоточился на более глубоком понимании и конкретно применении. Ну, мы, грубо говоря, тыкали, тыкали и получали визуальный эффект. Например, если нам надо было как-то обозвать модель по-другому, когда у нас называлась, мы ее называли. Если нам надо было добавить какое-то дополнительное, мы это добавляли, надпись. Да, если нам надо было нечто по умолчанию вписывать, в данном случае мы данку куку, мы брали и вписывали. То есть, грубо говоря, сделали, посмотрели. Ну, самый простой способ, чтобы понять, как это работает. Ну, по сути дела, на сегодня закончили. Я думаю, что с этого места и далее для вас настройки полей будут осознаны. Это первое, чего я добивался. Второе, вашей дружбы с документацией. Я вспоминаю себя в 2013 году, я уже не помню, когда открываешь документацию и думаешь, боже мой, тут черт ногу сломит. Нет, ребята, не сломит. Сегодняшний момент уже, я думаю, и вас приведу к этому. То есть, если мне надо нечто посмотреть, я уже не лажу там, как слепой котенок, а уже конкретно иду, то, что мне надо. Допустим, мы сейчас рассматривали настройки полейся, мне надо какая-то настройка быстро посмотреть. Я взял и посмотрел. То есть, напомнил себе. Так вот, их много. Ну, не так уж и много. И, по сути дела, мы с вами осмысленно проработали каждую настройку, особенно проработали те, которые используются часто, те, которые мало используются. Поэтому, по крайней мере, мы рассмотрели принципиально. Принципиально, как это работает. И перечислили, где и как, в каких ситуациях это применяется. Поэтому, еще раз повторяю, что уверен, не надеюсь, а уверен, что с этого момента, с этого момента после прохождения для вас все, что касается... Ну, тут много файлов. Это мы последние моменты рассматривали. Кода больше писали. Просто-напросто я убирал в этих же полях, новые заполнял. Поэтому и кажется, что мало кода. Но, в любом случае, теперь, после прохождения этих уроков, для вас то, что касается настроек полей, то есть настроек, которые добавляют, либо меняют поведение поля, которое создается в таблице базы данных, для вас приобретают полную осмысленность. Вы будете понимать, что ставить, почему это стоит, как это используется. Если надо где-то дочитать или найти пример, вы будете понимать. В общем, грубо говоря, этим вопросом, я считаю, вы овладели полностью. Ну что ж, для тех, кто начал с этого видео, будет ссылка на сайт. Что вы делаете? Покупаете пожизненные логины, пароли и занимаетесь по шагам. Спасибо за доверие. Успехов. Все получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!